Здравствуйте, Тургор, двенадцатая задача. Рассматривайте шахматная доска 8х8, клетки которой пока не окрашены. Сколькими способами можно раскрасить доску в черный и белый цвет, так, чтобы на доске была ровно 31 черная клетка, и никакие две черные клетки не имели общей стороны? Условия задачи. Никакие две черные клетки... То есть надо выделить на доске 31 клеточку, и при этом любые две выделенные клетки не соседние по стороне. Так не понял. Это надо взять 32 черные и одну из них не выделять. Да, но это... И это надо доказывать, да? Нет, не только это. Там еще есть, ну, как бы... Можно взять, да, можно взять 32 черных, одну убрать, и надо еще рассмотреть случай, когда есть угол. То есть если у нас есть какой-то угол, где вот это закрашено, то можно перекрасить просто вот тут одну клетку, и вот эту клетку перекрашиваем, и вот эти закрашиваем белым. Там добавляются еще два варианта. Отлично. Ну, это здесь вариант, ну и в каждом углу так же? Ну да, в каждом углу так же. То есть еще четыре варианта. Еще четыре варианта. Значит, я правильно понял, что это называется 64 варианта? 64 плюс 4. 68. Ответ 68. Осталось доказать. Доказание понятно вот это рассуждение. Нет. Еще раз. Ну смотри, мы можем взять доску и... Настоящую шахматную доску. И сделать белой одну из черных клеток. Одну из черных клеток. Это уже 32 варианта. Потом, наоборот, на шахматной доске поменять местами черные и белые. И сделать опять то же самое. Это еще 32 варианта. И вот еще прелесть, которую показала Настя, что берем шахматную доску, но в углу две черные клетки отменяем, а вместо них ставим одну. А у нас не сточность до поворота? Нет, нет, нет. Она говорит не сточность до поворота. У нее доска зафиксирована. Возьмем какой-нибудь квадрат, в котором будем перекрашивать черную клетку. Выделим, например, вот этот квадрат. В нем мы будем перекрашивать одну клетку в белый цвет. Одну черную клетку. Тогда рассмотрим положение всех остальных квадратов. Мы можем разделить вообще всю доску, на... Я вас вообще не понимаю сейчас. Да. Так, доска состоит из отдельных квадратиков 2 на 2. Это правда. Да. Да, дальше. Дальше выделим какой-то квадрат, в котором мы перекрашиваем эту клетку. А, сейчас. Может во всех квадратиках быть по две черных клетки? Нет. Не может. Не может во всех квадратах быть по две черных клетки. Это понятно. Выделим квадрат, в котором одна черная клетка. А, то есть во всех по две и в одном одна. На самом деле такая ситуация. Отлично. Выделили какой-то квадрат, в котором одна черная клетка. Дальше. Дальше у нас есть два способа, чтобы в каждом квадрате поставить черные клетки. То есть можно поставить или так, или так. Ну да. Вот. Но в то же время, если мы ставим в этом квадрате вот так вот, таким образом клетки, то мы определяем, так сказать, Так как у нее клеток, они уже сами выстроятся. Да, они сами выстроятся. То есть всего таких два способа. Один, когда в одну сторону, и второй, когда в другую. Но тогда этот квадрат тоже будет зависеть от установки клеток вот в соседних квадратах. Ну, в общем, да. Вот. Таким образом получается, что в этом квадрате мы тоже сможем поставить черную клетку только двумя способами. Для одного вида раскраски и двумя способами для другого. Хорошо. Хорошо. Я вас понял. Ребята, давайте я для всех... Сюси, спасибо. Я для всех поясню, о чем она сейчас сказала. Значит, Настя говорит совершенно разумно. Я для всех поясню, что разобьем доску на квадратике 2 на 2. Это понятно? Да. Дальше, смотрите, что она говорит. Выделяется особый квадрат, в котором черных клеток только одна. Во всех остальных подвигах. Две черных клетки действительно стоят или так, или так. И причем, заметьте, что все кроме... Неважно где он, в углу не в углу этот особый квадрат стоит. Но все остальные, что называется, знают, как им стоять. То есть, если вот здесь вот две черные клетки, то здесь обязательно не так. Так, они все выстраиваются. То есть, дальше нужно просто подумать. Если из обычной шахматной доски мы вырезаем квадрат 2 на 2, то сколькими способами? Ну, если он не в углу, то одна из черных клеток не вырезается. А если он в углу, то, как она сказала, может быть, что не так, а вовсе даже так.